всем привет дорогие друзья и любители 3d печати с вами компания 3d tool меня зовут максим сегодня у нас на обзоре fdm 3d принтер stratax 500 встречайте принтер на самом деле интересный посмотрите на его внушительные размеры область печати составляет 500 на 500 на 700 миллиметров что ставит его в один ряд с такими гигантами как креатбот d600 например область применения может быть самая разная но на мой субъективный взгляд эта машина идеально подойдет для того чтобы печатать большие корпусные детали или составные части чего-нибудь по-настоящему большого если вы знакомы с продукцией производителя то знаете их линейку принтеров bizon 2 bizon 3 эти принтер неплохо себя зарекомендовали ребята используют популярные надежные решения в среде мейкеров и продукции их славится своей надежностью и достаточно простой ремонтопригодностью тем более что это российский производитель и поэтому проблем с запчастями собственно говоря никогда не возникало и не возникает всегда все есть в наличии так вот страток с 500 это по сути большое воплощение bizon а да без каких-то излишеств и супер классного дизайна но отвечающие всем основным требованиям 3d принтером в 2023 году давайте смотреть что здесь есть у нас стальной корпус порошковой краски вес его составляет 76 килограмм что обеспечивает достаточную жесткость и устойчивость на корпусе имеется интерфейс usb для подключения флеш-накопителя а также кнопка включения и выключения принтера с одной стороны и подсветки с другой корпус сверху как и у бизона имеет съемную крышку можно печатать как закрытым объемом так и с открытым сбоку внизу расположился разъем блока питания для подключения к сети 220 вольт по обеим сторонам принтера имеются дверцы на петлях за которыми располагаются отсеки для хранения катушек всего можно держать здесь до 6 катушек по килограмму любого форм-фактора слева пруток подается по направляющей трубки в экструдер через датчик наличия филамента если во время печати пластик закончится то можно не опасаться потому что стратекс 500 встанет на паузу заглянем внутри принтера как мы видим здесь кинематика кора xy построена на рельсовых направляющих hewin толщина рельс по осям xy 12 миллиметров по оси z таких рельс 4 штуки их толщина уже 15 миллиметров толщина ремней 10 миллиметров стол перемещается по двум довольно толстым и качественно сделанным винтам швп сама же конструкция стола выполнена на металлическом профиль который прижимает нагревательный элемент максимальная температура нагрева платформа равна 130 градусам цельсия а стол полностью лишен регулировок так как стратекс 500 используется датчик белтач при помощи которого строится виртуальная карта высот и также настраивается offset по z стекло фиксируется канцелярскими зажимами надежно да удобно экструдер здесь используется bmg dual drive достаточно неплохой и беспроблемный direct drive экструдер главная его особенность это наличие двух ведущих шестерней синхронизированных зубчатой передачей что уменьшает деформацию пластика и улучшает качество экструзии шестерня имеет большое передаточное число что благотворно сказывается на плавности работы также в этом экструдере используется по умолчанию титановый термобарьер теплопроводность у титана ниже чем у стали что в свою очередь выравнивают полку при высоких температурах то есть на экструдере при печати на высоких температурах она скачет не так активно как на медном или стальном сопле однако низкотемпературными материалами печатать на и будет труднее ну и разогревать его придется тоже немножко дольше также он обладает более продолжительным сроком службы за счет прочности материала его медленнее съедает печать абразивно содержащими например угли или стекло наполненными композитами максимальная температура нагрева хот-энда составляет 410 градусов шаговые двигатели по всем осям мощные 24 вольтовые nemo 23 в голове для подачи прутка в то же время используется nemo 17 на данный момент можно это назвать стандартном отрасли однако 24 вольтовые двигатели используются нечасто и за это можно поставить жирный плюс конечно же стоит обратить внимание на дисплей здесь это полноценный русскоязычный тачскрин с интуитивно понятным меню давайте посмотрим что здесь предлагается в домашней вкладке находится все основное а именно управление нагревом стола и экструдера движения по осям заправка пластика для нагрева экструдера или стола просто вводим необходимое значение в градусах на дисплее меню пластик у нас соответственно заправка меню автоуровень мы запускаем алгоритм автоматической калибровки при нажатии на флешкарту мы попадаем соответственно в меню с хранящимися g кодами на флешке а также на внутренней памяти далее меню сетевого подключения можем законнектиться по вай-фай здесь внизу в уведомлениях нас приветствует некий виртуальный помощник который говорит что собирает логи о печати в этом меню имеется также установленные пресеты по преднагреву на разные типы филамента ну и в целом это все естественно мы не можем обойти стороной электронику этого принтера так как именно благодаря ей и стала возможной реализация многих функций такие как вай-фай или собственно говоря сам сенсорный дисплей в задней части находится массивная крышка которая закрывает собой шкаф с электроникой сейчас мы демонтируем заглянем внутрь и так внутри нас встречают два блока питания хорошо зарекомендовавшие себя минул на 350 ватт и на 25 ватт конечно же мы видим здесь плату рабсбери и плата управления мкс монстр 8 версия 2.0 это хорошая плата специально разработанная для применения в 3d принтерах и чипа у станка работает она на 32-битном чипе стм поддерживает широкий набор драйвера типа тимси 2208 2209 и многих других модификаций и в целом имеет широкие возможности для настоящего diy шкаф с электроника выглядит вот таким образом теперь давайте посмотрим на то что нам положил в комплект производитель и так вся комплектация в отдельной коробке тут у нас имеются кабель питания кронштейн для установки внешних катушек съемник для сопла мастихин комплект шестигранников бокорезы комплект сопел в том числе и диаметром выходного отверстия в 1 миллиметр адгезивный клей металлическая щетка пинцет запасные тефлоновые трубки под обрезку 3 катушки пола пластика термобарьер с тефлоновой вставкой для работы исключительно на пола или пиджи стекло с канцелярскими зажимами и юсб флеш накопители на 16 гигабайт давайте глянем теперь что на этой флешке записано здесь у нас идут подробное руководство по использованию принтера установки программного обеспечения профиля скриншоты с необходимыми параметрами которые не импортируются файлом в общем все что нужно для того чтобы начать работу и даже файл прошивки marlin 20 здесь есть нет только собственно программы слайсера поэтому нам предлагается скачать кур а 5.3.1 и выставить необходимые настройки в соответствии с приложенной инструкции что же давайте это сделаем и напечатаем тестовую детальку ну вот открыл куру вписал туда по быстренькому настройки стратакса их там не так много файлы с профилями материалов стандартными с флешки тоже подгрузил и вот собственно сама модель высоту она 580 миллиметров что вообще ерунда получается для стратакса потому что он 700 ну в общем это абсолютно реальный кейс как модные ребята говорят к нам обратился клиент с просьбой напечатать вот таких корпусов что мы с радостью и сделаем настройки выставим под 0 4 сопло так как именно она стоит в данный момент заполнение поставим 15 процентов хотя в целом это вообще не важно потому что там одни стенки в этой модели выполняем слайсинг общее время печати больше 50 часов ну что ж будем ожидать результата данный принтер благодаря своей кинематике способен печатать со скоростью до 140 кубических сантиметров в час заявлены минимально возможный слой на соответствующем сопле и настройках составляет 20 микрон пике принтер потребляет 900 ватт в час друзья печать завершена снимаем деталь вот так она выглядит не без больших косячков конечно ну во первых потому что не сменили термобарьер проверяли как на титановом пойдет пла во вторых не заморачивались печатью температурной башенки под конкретный пластик не подгоняли настройки поток соответственно не регулировали грубо говоря вот как из коробки принтер напечатал на своих же пресетах так она и вышла одна катушка закончилась датчик штатно отработал встал на паузу поэтому деталь получается двухцветная заменили один пластик на другой деталь все равно под покраску поэтому это не имеет никакого значения ну вот собственно и результат на ваших экранах что ж друзья мы подробно рассказали вам про данный 3d принтер прошлись по его характеристикам привели пример печати и подсветили интересные стороны конструкции каков будет наш вердикт а вердикта не будет выбор всегда за вами дорогие наши зрители и покупатели и мы очень надеемся что вы обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео а на этом у нас все я с вами прощаюсь скоро увидимся